Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос, можно ли обращаться в суд и в какой суд. Мы будем отталкиваться от текста Евангелия от Матфея, 7 глава, 1 и 2 стих, где сказано «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить». Казалось бы, здесь мы видим запрет на участие в судах и даже на личном осуждении какого-то другого человека. Но в книге «Деяния святых апостолов», 25 глава, 10 и 11 стих, мы видим следующее повествование. Павел сказал «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как ты и хорошо знаешь, ибо если я неправ и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего такого нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева». Итак, мы видим, что в одном случае сам Христос в Нагорной проповеди говорит «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы». Но в то же время, вот в том отрывке, который мы прочитали из книги «Деяния святых апостолов», 25 глава, 10 и 11 стих, мы видим нечто противоположное. Апостол Павел требует суда Кесаря. И в другом месте Священного Писания, это первое послание Коринфянам, 6 глава, с 1 по 6 стих, апостол Павел очень настойчиво требует от христиан, чтобы они обращались в церковные суды. «Как смеет, кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и при том перед неверными». Казалось бы, еще одна позиция, она как бы входит в противоречие со словами Христа и с поведением Павла, то, что мы прочитали в книге «Деяний». Вернемся, собственно, к словам Христа. Не судите. О чем это? О частном суде, как о неком мнении, которое может возникнуть у человека вопреки церковного суда и светского. «Не судите, да не судимы будете, то есть такими же частными лицами, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерой мерите, такую и вам будут мерить». Здесь, в пример, приводится мера, какой мерой мерите, такой и вам будут мерить. Это тоже частное деяние, когда человек, который что-то продает, он отмеряет на глазах покупателя и передает ему, что называется, из рук в руки. Чем осуждение отличается от констатации факта? Мы как-то касались этого вопроса, но здесь надо тоже коснуться. Например, мы хотим сказать, что у этого человека проблема, например, с пьянством. Если вы скажете, что у этого мужчины есть проблема с алкогольными напитками, вы не осуществили над ним суд. Вы констатируете что-то. Но если вы скажете, что этот мужчина пьяница, то есть отождествите его грех с ним самим, это осуждение. Вот то частное осуждение, которого надо избегать. Потому что оно глубоко субъективно, его закон Божий настаивает на том, что мнение о каком-то человеке высказывается при устах двух-трех свидетелей. То есть частное какое-то мнение или частное подозрение, или даже частный донос не имеет никакой юридической силы, тем более духовной. Почему апостол Павел в конфликте с иудеями обращается к светскому суду, а не к церковному? А потому что иудеи не входят в церковь. И для того, чтобы разрешить конфликт с ними, нужны некие третейские судьи, которые беспристрастно относятся к иудеям и христианам. Для них разницы нет. И они могут вынести решение то или иное. А третья позиция не входит ни в какое противоречие ни с чем, когда апостол Павел требует церковного суда. Здесь речь идет о том, когда один святой, то есть христианин, суется с другим святым, тоже христианином. Поэтому он и пишет, как смеет кто у вас, имея дело с другим, то есть с другим христианином, судиться у нечестивых, а не у святых. И ниже. Но брат с братом судится и при том перед неверными. Брат с братом, это как раз и означает, один православный судится с другим. При такой ситуации лучше обратиться в церковный суд, где могут рассмотреть дело по существу вопроса. Если церковный суд даст рекомендацию обратиться в светский суд, мы это делаем уже без зазрения совести. Таким образом выстраивается схема. Не надо иметь личное осуждение другого человека. Если вы хотите судить о другом человеке, судите с лучшей стороны. Подозревать других людей можно только в благочестие и в благопристойности. Но ни в чем таком предосудительном. Но если у вас судебная тяжба с людьми неверующими или других вер религий, то можете обращаться в светский суд. Но если у вас тяжба с верующим, попробуйте разрешить ее сначала в церковном суде. А если не получится, по разрешению того же церковного суда вы можете обращаться в суд светский. Таким образом мы видим три позиции, и каждая из этих позиций она дополняет другую. И никакого противоречия нет. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет.